МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Сарова-24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Солнечные дети. 21 марта. День людей с синдромом Дауна. Пенсионеров приглашают на курсы компьютерной грамотности. Позвони мне, позвони. В городском музее открылась выставка средств связи. Далее расскажем обо всем подробно. В художественной галерее прошла торжественная церемония награждения работников культуры. Благодарственными письмами наградили музыкантов, библиотекарей и работников музейного комплекса, которые внесли значительный вклад в развитие культуры в нашем городе. Имя Ирины Оськиной знакомо многим саровчанам. Редкие городские праздники обходятся без участия ее воспитанников. И несмотря на то, что Ирину знает как профессионального педагога по вокалу, она признается, что заниматься творчеством стало не сразу. Поначалу отдавала предпочтение спорту, журналистике, а уже после поняла, что хочет стать вокалисткой. И, как показывает практика, профессию выбрала правильную. Я как человек сложилась, я счастливый человек. У меня очень много учеников, любимых моих учеников, родители замечательные. Мы выходим на сцену, мы должны нести самое доброе, самое хорошее в сердца людей. Ирина Оськина вырастила не одно поколение вокалистов. Ее воспитанники выступают на различных площадках города, завоевывают места на престижных международных и всероссийских конкурсах. И это лишь малая часть того, чем может похвастаться педагог. Сегодня Ирине Оськиной вновь вручили благодарственное письмо. Когда вручается благодарность любого уровня, это всегда хорошо. И всегда это примечательно. И тепло к сердцу. Всего в этот день награды получили 22 работника культуры. Среди них музыканты, библиотекари, методисты, работники музейного комплекса. Все они внесли огромный вклад в развитие культуры в Сарове. Для многих работников их профессия – это образ жизни. В этот день хочу от всей души поздравить всех работников культуры города Сарова с их замечательным праздником. Пожелать им только успехов, только ярких достижений, только очень таких ярких эмоций. И чтобы и они сами, и дети радовали своими выступлениями, талантами всех наших горожан и всех жителей нашей большой страны. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Каждый год 21 марта во всем мире отмечается День людей с синдромом Дауна. Эти дети не похожи на других, они родились особенными. Их называют светлыми или солнечными, потому что они улыбаются чаще других. Они очень любознательны, а их любовь самая искренняя. И герои нашего следующего репортажа – прямое тому доказательство. Не поседа, егоза и просто лапочка-дочка. Все это Лиза. Особенный, но такой обычный ребенок. Все, как у всех детей. Если веселье, то безудержное. Если капризы, то мимолетное. А уровень любознательности просто зашкаливает. Лиза по своей природе очень любопытна. Ей интересно все, ей интересно докопаться до сути. Вообще любого события, любого предмета. Энергии этой девочки не занимать. Прыгать, бегать, играть с родителями и старшим братом в увлекательные игры. Но больше всего Лиза любит игру-качельки, которую они придумали вместе с папой. Любимая, открытая и добрая. Дочка Лиза, она когда услышит, что либо я пришел, либо где-то там увидела меня, то она сразу же все бросает и не наигранно бежит папа-пап. Да, Лиза – папина дочка. И каждую минуту свободного времени Александр старается быть рядом, вместе играть и радоваться первым победам и достижениям. Если для мамы Лиза исследователь, то папа видит в дочке артистические способности. Лучше всего у нее получается слушать песни, танцевать, чувствовать музыку. Чтобы развивать эти способности, Лиза занимается в студии хореографии. А еще вместе с мамой и папой активно участвует в спортивных мероприятиях. Родители всесторонне развивают Лизу, расширяет ее кругозор. Они всегда открыты к общению, готовы оказать помощь словом и делом семьям с такими же солнечными детками. Елена Грецко, Владимир Лисик, Служба новостей, Сару-24. Саровская прокуратура проведет горячую телефонную линию. С 21 по 23 марта с 9 утра до 4 часов вечера специалисты будут общаться с горожанами на тему доступности медицинской помощи и соблюдения трудовых прав медицинских работников государственных учреждений здравоохранения. Жителей, которые располагают сведениями о совершаемых на территории нашего города нарушениях законов в газной сфере, просят позвонить по телефону 3-30-96. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В городской администрации продолжается прием заявлений на получение разовой выплаты ко Дню Победы. Соответствующую бумагу за ветерана может подать любой из его родственников, доверенное лицо или социальный работник. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-77-26 и 9-90-40. Более 300 тысяч жителей Нижегородской области воспользовались порталом госуслуг за минувшую зиму. Об этом сообщили региональные министерства связи. Наибольшей популярностью ожидаемо пользовались запись на прием к врачу в режиме онлайн и сервис ЕДК, позволяющий получить информацию о ежемесячной денежной компенсации и других социальных выплатах. В дни весенних каникул на станции юных натуралистов для всех желающих будут открыты двери за уголка. Саровчане смогут понаблюдать за поведением животных, послушать пение птиц, покормить хомячков и неморских свинок. В оранжерии станции юнотов можно будет увидеть весеннее пробуждение экзотических, декоративных и тропических растений. Ежегодно старшее поколение нашего города принимает активное участие в областном конкурсе «Понятный интернет». Бабушки и дедушки отправляют жюри своей истории о том, как они используют интернет и компьютер. А освоить азы современной техники им помогают специальные занятия. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов приглашают пенсионеров на курсы компьютерной грамотности. Выход на пенсию – не повод отказывать себе в познании нового. И чтобы узнать, с чем живет мир, сейчас достаточно просто выйти в интернет. На курсы компьютерной грамотности Людмила Михайловна пошла для того, чтобы не отставать от внуков. А потому что они все могут, а я ничего не могу. Я хочу видеть тоже, я тоже хочу в интернете разбираться и искать то, чего мне нужно. Программа обучения составляет 32 академических часа. Мало для того, чтобы стать серьезным программистом, но вполне достаточно, чтобы освоить азы компьютерной грамотности. Людмила Михайловна не скрывает, что обучение дается нелегко, но пенсионерка уже многому научилась. С флешками работать, с внешними, то есть, этими запоминающими устройствами, обрабатывать тексты, которые набрал неимоверным, непосильным трудом. То есть, редактировать их, входить в интернет, искать по интернету, какая информация тебе интересна. Весь процесс обучения проходит под четким руководством Антона Осенкова. Он не просто учит кликать мышкой, а рассказывает теорию и дает различные самостоятельные задания. Каждому ученику нужен свой подход, потому что цели обучения у всех пенсионеров разные. Рецепты, что-нибудь для сада, огорода. Многие приходят, вот у меня дети в Москве, или там за границей, внуки там-то, вот мне надо с ними общаться, помогите, вот как мне настроить. Кто-то приходит со своими ноутбуками, кто-то приходит с планшетами, у кого-то там перекинуть файлы, работать с флешками. То есть, у каждого свои потребности. На курсах ежегодно обучается более 50 человек. Освоить язык компьютерной грамотности может каждый желающий, не работающий пенсионер. Прием заявлений начнется с 1 апреля по адресу Шверника, дом 11, в помещении библиотеки. Обучение для граждан бесплатное. Более подробную информацию можно получить по телефону 6-94-43 и 6-94-65. Мария Рунич, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Рабочий радиоприемник 1937 года, настоящие военные рации и телефонный концентратор. В городском музее открылась выставка радиосвязи. В экспозиции представлено более 60 видов средств коммуникации как советского периода, так и современности. Уникальный шанс прикоснуться к ушедшей эпохе проводных телефонов, громоздких радиоприемников, кассетных магнитофонов. Экспозиция средств связи дает посетителям возможность окунуться в атмосферу прошлого века. Организаторы сделали часть выставки интерактивной. Несколько телефонов замкнули в сеть, и любой желающий может позвонить с одного аппарата на другой. По всей России собирал Евгений Шиханов телефоны, пейджеры, телеграфные аппараты для своей коллекции. Знакомые друзья, зная увлечения Евгении, приносили чудом сохранившиеся аппараты из кладовок и гаражей. А началась коллекция в 2012 году с корабельного телефона, который друзья подарили ему в честь рождения дочери. И тогда вот что-то в голове переклинило, и я понял, что, да, я первый, мне это интересно, я хочу этим заниматься и сделать что-то доброе, благое для города, для своих близких, друзей, знакомых. На выставке представлено более 60 экспонатов, можно сказать, про дедушек современных гаджетов. Познакомиться с историей связи можно будет в течение двух месяцев. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Глаголом «жечь сердца людей» 21 марта весь мир отмечает День поэзии. Праздновать его начали в 1999 году, и с тех пор каждый год в этот день в учреждениях культуры проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары. Нашему городу есть чем гордиться. Саровские авторы известны далеко за пределами города. Своим взглядом на современную поэзию и поэтов с нашей съемочной группой поделился один из участников Литературного объединения «Радуга». Поэт и председатель Литературного объединения «Радуга» Александр Конопкин – частый гость библиотеки. Здесь у него проходят литературные встречи и конкурсы, но больше всего ему нравится найти любимую книгу на полке и просто почитать в тишине. Во Всемирный день поэзии его выбор Иосиф Бродский. Но мы с ним, что называется, на одной волне. Я не знаю, как это правильно сказать, но вот я его понимаю. Может быть, он меня будет так понял, если бы мы с ним пообщались когда-нибудь. Первый проб опера у Александра состоялся еще в школьные годы. Пытался писать протестные песни для рок-группы. По его словам, тогда ничего не вышло, но полученный опыт по сей день помогает ему создавать стихи. В той комнате, что заперто на ключ, хранятся вещи истинных хозяев. Квартиры, на которые прозябаю, ловя погоду без дождей и туч. Своё творчество Александр называет ситуативным. Девиз современного поэта – чтобы написать, надо пережить. Яркая рифма, образность или даже целые стихотворения могут прийти совершенно неожиданно. У Александра такое случается даже ночью. Современная поэзия – это больше личное, поэтому каждый современный поэт пишет, что-то его задело, и он пишет про себя. По словам Александра, настоящих талантов, гений в стихосложении сегодня очень мало. Себя он к ним не причисляет. Но с каждым своим произведением старается развиваться, искать новые образы и метафоры и прививать друзьям и окружающим его людям любовь к поэзии. Кирилл Басеньев, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». О том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны, мы рассказываем в наших выпусках по средам и пятницам. Это команда «Росатома». Молодая, амбициозная, высокопрофессиональная и самая многочисленная на Всероссийском чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hightech 2017. Именно эти ребята стали его абсолютными победителями, завоевав 8 из 12 высших наград, тем самым еще раз доказав, что «Росатом» обладает самым мощным кадровым потенциалом в нашей стране. С каждым годом количество желающих стать частью этой сплоченной команды становится все больше. Об этом говорят результаты исследования самого крупного рекрутингового агентства «Хэтхантер». В соответствии с ними «Росатом» стал первым среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей России и вторым в общем зачете, уступив лидеру всего 3 балла. Это, безусловно, победа. За 5 лет мы с 32-го места поднялись на второе. Это большая, слаженная работа большой команды «Росатом». При подготовке рейтинга работодателей, в котором участвовали более тысячи российских и зарубежных компаний, учитывалась мировая практика, а итоговая оценка складывалась из трех составляющих. Первый из них – мнение соискателей, ищущих работу. Людям, принявшим участие в опросе, предлагали выбрать из огромного списка всего 3 компании, в которых им хотелось бы начать карьеру. Второй элемент оценки – взгляд профессиональных кадровых работников на то или иное предприятие. И, наконец, третья составляющая рейтинга – это отзывы действующих сотрудников. Именно по их анкетам были оценены условия труда, уровень заработной платы, лояльность персонала и его вовлеченность в решение глобальных амбициозных задач, стоящих перед той или иной компанией. Это один из самых ярких и авторитетных проектов, который позволяет соискателям и работникам дать независимую оценку наиболее привлекательного места работы и лучшего работодателя. И в этом году методика расчета и сам расчет аудировался компанией PricewaterhouseCoopers. То есть это действительно серьезная оценка, которой стоит доверять. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова